В Иерусалиме приняты повышенные меры безопасности для остановки волны терактов, захлестнувшей Израиль с начала октября. 6 тысяч полицейских патрулируют улицы в Старом городе и в Восточном Иерусалиме. Репортаж телеканала России 24. До сегодняшнего дня эту волну насилия, накрывшую Израиль, называли интифадой ножей. Множество нападений с холодным оружием на полицейских, охранников, пограничников, поселенцев, десятки раненых. Но сегодня утром в Восточном районе Иерусалима, возле деревни Джабль-Мукабр, зазвучали выстрелы. Террористы атаковали рейсовый автобус, пытаясь превратить его в смертельную западню для тех, кто оказался внутри. Террористы, атаковавшие Иерусалимский автобус, пришли из Восточно-Иерусалимской деревни Джабль-Мукабр, где всегда было достаточно неспокойно. Взяв с собой огнестрельное оружие, они подождали на остановке, и когда двери открылись, попали на площадку, и уже оттуда открыли огонь на поражение. Один из нападавших ранил водителя ножом. Второй поднялся в салон через заднюю дверь и открыл стрельбу. Все это длилось полторы минуты. Я всегда езжу на этом автобусе, но сегодня чуть опоздал. Автобус уже поехал, было, но вдруг остановился. Выскочил водитель, мой родственник, с криком «Террористы». Вслед за ним появился человек с пистолетом. Я спрятался за остановкой. Террорист вновь вернулся в автобус и продолжил стрельбу. Полицейские прибыли на место через две минуты. Террористов нейтрализовали, убив одного и ранив другого. В свою очередь, они уже успели убить двух пассажиров. В 15 получили огнестрельные ранения. Состояние некоторых из них остается критическим. В этот момент уже разрывались телефоны на пульте оперативного дежурного Иерусалимского округа. Еще один теракт. Нападавший, кстати, сотрудник крупной компании связи, израильский араб, наехал на остановку на служебном автомобиле. Затем выскочил, выхватил топорик для мяса и набросился на людей, ожидавших автобуса. Один из них скончался от полученных ударов. Восемь получили ранения. В какой-то момент в нападавшего разрядила бойму, оказавшийся рядом охранник. Разгиренные прохожие пытались линчевать раненого террориста. В те же часы два теракта были совершены в израильском городе Раанана. Получившее разрешение стрелять на поражение, полиция пускает оружие в ход сразу. Лишь злоумышленник берется за нож. Полицейские действуют решительно, эффективно и действуют на поражение. То есть террористы уничтожаются на месте. Тот террорист, который берет нож, который пытается забрать жизнь или нанести ущерб жизни, здоровью полицейскому или солдату, ведется огонь на поражение. Вот зафиксированные камерой наблюдения драматический эпизод суточной давности. У шхемских ворот старого города один из подростков показался офицеру спецподразделения подозрительным. У него проверили документы. В какой-то момент юноша выхватил нож и ударил полицейского в грудь, но того спас бронежилет. Раздается сразу несколько десятков выстрелов. Атаковавший погибает на месте. Мэр Иерусалима призывает горожан не вершить самосуд. Власти стягивают в горы 2000 стражей порядка и впервые за многие десятилетия призывают резервистов. На этот раз не в армию, а в полицию. Но волна насилия не спадает. Сегодняшний день несколько палестинских организаций называют днем мести, объявляя общеарабскую забастовку. Это забастовка в защиту наших святынь, в защиту мечети Алякса и храмовой горы, которую пытаются отнять у нас еврейские радикалы. Начавшиеся еще 1 октября столкновения, беспорядки и теракты не затихают ни на один день. Эту волну насилия уже называют третьей интифадой, спровоцированной полной остановкой переговорного процесса, строительством еврейских поселений на западном берегу, блокированием любых попыток провозгласить палестинское государство. Насилие, страх и недоверие друг к другу лишь подливают масло в костер террора, полыхающий уже по всей территории Израиля. Сергей Пашков, Арвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Израиль. Пока на политической арене обе стороны конфликта перекладывают ответственность за ухудшение ситуации друг на друга, погибает все больше людей. Политическому аспекту новой волны насилия посвящен материал испанского телевидения. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в связи с эскалацией насилия и напряженности в регионе призвал к спокойствию, к мирному сопротивлению оккупации. Комментарий нашего военного корреспондента. Президент Палестинской национальной администрации не осудил насилие. Он обвинил Израиля в ответственности за ухудшение ситуации. Махмуд Аббас сегодня призвал к спокойствию и к мирному сопротивлению против оккупантов. Он обвинил Израиль в попытке нарушить статус-кво Иерусалим, установленный с 67-го года, со времени шестидневной войны. Тогда договорились, что мусульмане могут молиться на эспланаде мечети, а евреи у истинные плача. Сегодня палестинцы обвиняют израильтян в том, что они стали молиться на эспланаде мечети, и тем самым пытаются вытеснить арабов из священных для мусульман мест. Аббас призвал международное сообщество оказать помощь и защитить палестинцев, которые стали жертвами Израиля. Насилие продолжается. Десятки раненых на западном берегу, новые теракты в Иерусалиме. Полиция окружила центральную автобусную станцию в Иерусалиме. Здесь палестинец зарезал израильскую женщину. Его убили. Полиция ищет возможных сообщников нападавшего. Несколько девушек прибежали с криками террорист, террорист. Затем я увидел араба, который убегал. Его застрелили. Смерть арабам, выкрикивают молодые евреи-радикалы. Не прошло суток после того, как израильский премьер Нетаньяху согласился ввести чрезвычайные меры безопасности, как произошло новое нападение. Новые меры включают в себя охрану общественного транспорта, агентами безопасности, жесткий контроль за обстановкой в арабских кварталах Иерусалима, изъятие собственности участников нападений. Министр внутренней безопасности Израиля также предложил не выдавать родственникам тела убитых террористов, чтобы похороны не превращались в митинги, призывающие к актам насилия. На оккупированных территориях произошло немало схваток. Особенно жестокими они были в Лифриеме и Хевроне. За нападениями с холодным оружием, которые совершает палестинская молодежь, не стоят конкретные организаторы. Молодые люди мобилизуются через социальные сети. Они убеждены, что защищают свою главную святыню, мечеть Алякса. В намерениях этих людей попытался разобраться швейцарский телеканал РТС. Ицхаку едва исполнилось 16. Он изучал механику, жил мирно в своем доме на окраине Рамаллаха. А в минувшую субботу схватил нож и попытался зарезать двух ортодоксальных евреев в Иерусалиме. Полиция его застрелила. Он никогда не вмешивался в какие-то истории. Был спокойным парнем. Благодарю.